Привет, друзья! Я нахожусь сейчас на паромной переправе и плыву по самому большому озеру в Центральной Америке, озеро Никарагуа. Плыву, собственно говоря, с материковой части Никарагуа на остров, который называется Омитепи. Остров находится прямо посередине озера Никарагуа, и он состоит из двух вулканов. Очень красивых, потрясающих вулканов, один из которых, как минимум, я планирую покорить, планирую на него забраться, а, возможно, даже и на оба. Один поменьше, другой побольше. Красота этого места известна на весь мир, просто невероятно красивый вид этих вулканов, ну и вообще и озеро тоже огромного, бескрайнего. Кстати говоря, озеро Никарагуа совсем чуть-чуть поменьше, чем озеро Титикака, и это озеро является одним из самых крупнейших, не только самое крупное в Центральной Америке, и одно из самых крупных в обеих Америках. Субтитры делал DimaTorzok Ну вот, друзья, я и добрался до острова Омитепи, невероятно живописного, красивого, уникального уголка природы. Вот я остановился, уже переночевал одну ночь на ранчо, называется Финка Магдалена. Вот у меня вид из окна, вулкан Концепсион, большой вулкан. Как вы уже видели, здесь два вулкана на этом острове. В принципе, остров состоит из двух вулканов. Вулкан Концепсион и поменьше вулкан Мадера. Сегодня я и планирую забраться. Ну вот, друзья, первый из двух вулканов острова Омитепе, вулкан Мадера, спокорен. Примерно два с половиной часа это заняло. Достаточно сложный был подъем. Высота примерно 1300 метров. Кратер невероятно красивый. В кратере есть озеро, окружен он вот такими, как бы, обрывками скал, обломками, которые густо поросшие джунглями. Очень красиво. Сам подъем проходил через очень густой лес, густые джунгли, тоже сквозь заросли, сквозь... приходилось подлазить под деревьями, под какими-то повальными. В общем, очень было интересно. Достаточно тяжело, достаточно скользко, но, в общем, чувство, так сказать, удовлетворения, самоудовлетворение меня сейчас переполняет и получаю огромное удовольствие от пейзажа, который я здесь вижу. Ну вот, друзья, я спустился теперь на самое дно, в самое, так сказать, жерло кратера этого потухшего вулкана Мадерес. Здесь очень такое красивое озеро и вокруг такая стена горная, поросшая джунглями. Невероятно красиво. Воздух здесь просто шикарный и, в общем, я безмерно рад, что я это сделал. Субтитры подогнал «Симон» Как я рассказал утром, мое ранчо, где я остановился, тоже называется «Финка-Магдалена», находится немножко на холме, примерно в километре от побережья острова. И вот сейчас я спустился вниз в поселок Бальгуэ, просто погулять и посмотреть, как тут живут местные люди-островитяне. Ну вот оно, это прекрасное, красивейшее озеро. Озеро Никарагуа. Озеро Никарагуа является самым большим озером в Центральной Америке, является девятым крупнейшим озером в обеих Америках, чуть меньше, чем озеро Титикака. И девятнадцатым самым большим озером в мире. То есть озеро действительно огромное. И этот остров, он также, он на карте выглядит совсем небольшим, но на самом деле он огромен. Чтобы его объехать, например, на велосипеде, нужен весь день. То есть в окружности он, ну не могу врать, не знаю точно сколько, но примерно, говорят, порядка там 70 километров. Вот. Два вулкана на нем расположены. Вот сзади крупный вулкан Концепсион называется. Тот вулкан, который я сегодня покорил, как я уже говорил, называется вулкан Мадерас. Он пониже. Вулкан Мадерас Пришел на такой относительно небольшой, но симпатичный пляж Сан-Фернандо на берегу озера, который находится на этом острове на перешейке между двумя вулканами. Вчера я покорил вулкан Мадерас, который поменьше, и сегодня у меня день отдыха, расслабления. Просто вот отдыхаю, прошу, гуляю, наслаждаюсь красотами этого челесного острова. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня мой третий день пребывания на этом острове, и я ношу каску не просто так, а потому что я приехал теперь в самый главный и крупный городок этого острова, который называется Моя Гальпа, куда, собственно, приходит паром. И я взял на прокат вот этого железного коня и немножечко порассекаю по острову. Субтитры создавал DimaTorzok А вот здесь вот такая очень прикольная ситуация. Аэропорт, взлетная полоса, и ее пересекает трасса. Соответственно, когда раз в несколько дней самолет здесь садится, трассу на несколько минут перекрывают. Вот так вот это все здесь выглядит. Ну что ж, очень даже попался симпатичный скутер. Объехал практически полный круг вокруг большого вулкана Концепсион. Посмотрел на жизнь этого острова еще раз. Получил адреналин. Разогнался, кстати, ну пару раз даже до 80 разогнался. А так в целом, ну где-то 67 сдержал, что, по-моему, даже неплохо для такого маленького скутера. Вот. А сейчас будем восхищаться закатом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok